Ну это такие организационные моменты. Но я посчитал поговорить, чтобы понимать, собственно, о чем речь дальше. Опять-таки основные подходы при описании объектов. Ну самый правильный, самый, скажем так, идеальный вариант, когда есть документация, то это обработка имеющейся документации, полученных на предприятии переноса в электронный вид. Это именно не сканирование, это именно обработка. То есть вытащить из документов необходимые поля, занести их в форму учета, это уже не более такая сложная работа, чем просто просканировать паспорта и в виде файлов загрузить систему FUTIR. Второй вариант, это когда можно позволить себе физическую нейтрализацию, то есть пройти по объекту и переписать номера, марки, модели, оборудование. Часто очень требуется работа с архивами, когда чертежи ушли уже в проектный архив, они не хранятся на установке, соответственно, работа с архивами. Это тоже такой способ создания базы данных. Ну и последний вариант, последняя фаза всех этих работ, всегда распечатка, все равно распечатка в таблицах и приемка уже заказчикам в виде каких-то таблиц, которые получены из исходных документов. Организация проекта, соответственно, ASU-TAIL, это проектная группа небольшая. При создании базы данных и оборудования вы должны понимать и быть готовы к созданию многоуровневой проектной команды от руководства главных специалистов до людей, которые сидят в цехе на документации, механики, энергетики, электрики цехов, линейные мастера, потому что к ним нужно все равно подходить и уточнять информацию, которую вы насобирали из их же данных. Ну и там последний по организации, то есть интеграция плана в проекты, вы занимаетесь там ведением проектов ведения ASU-TAIL. Есть, я думаю, что вам известна последовательность разработки системы и в какой-то момент времени здесь есть пункт, это загрузка, ну по-разному называют, либо стартовых данных, либо каких-то справочников, но здесь написано загрузка начальных остатков, имеется в виду это все данные, актуальные на момент запуска системы. Это ASU-TAIL. Соответственно, при создании проекта БДО, базы данных оборудования, должна быть точка, которая называется подготовка данных для загрузки в эту систему целевых справочников и данных, актуальных на момент запуска. То есть эти проекты параллельны, но встречаются в момент стартовой загрузки данных информационной системы. Ну и чисто физически тут пример как раз покажем, как это происходит, когда в процессе создания промежуточной базы данных формируются справочники по оборудованию техкартам и дефектам, и они в какой-то момент времени попадают в интерфейс системы целевой, как объекты той системы, которая у вас запущена, настроены процессы. Соответственно, пользователи, ну как-то на практике происходит, они ходят утро на работу, открывают систему и видят свои данные, которые они же собирали в течение нескольких месяцев в виде каких-то промежуточных таблиц. Ну да, примеры трефейсных таблиц, то есть перегрузка любых данных из источников, она происходит с механизмом трефейсных таблиц, этого бояться не нужно, это самый простой процесс. Именно загрузки данных, нормализованных в любую целевую информационную систему, с этим сейчас уже проблем не существует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин